Продолжение следует... Потому что мы хотя бы ночью спали. Пусть они днем тут пилили, шумели. Вот тут было производство. Полиция приехала, зашли на территорию, потом вернулись обратно, говорят, ну да, это жесть. Как вы тут живете? У меня в доме лежачий больной человек, это мама моя. И единственный приток воздуха свежего и вообще как-то с улицы, это еще до окна. Она может дойти посидеть. Окна открыть невозможно. Лай постоянный. По словам жителей, хозяйка приюта на контакт не идет. Говорит, сами виноваты, что живете в промышленной зоне. У нас все дома узаконены. Некоторые дома взяты в ипотеку. Поэтому как бы, ну тут речи о незаконности и быть и не может. Закон о тишине и покое на территории края в этом случае бессилен. В нем нет норм о шуме домашних животных. Собакам пасть не закроешь, а хозяйку не привлечешь. С юридической точки зрения такое близкое соседство законно. По словам местных жителей, даже близкое расположение железной дороги не приносит им столько неудобств, сколько приносит собачий лай. Уже за несколько сотен метров от вольеров слышен громкий лай собак. Сама хозяйка так называемого приюта Ольга утверждает, что занимается на этой территории деревом, а собак используют в качестве личной охраны. Кого так опасается Ольга, если использует для этого 30-50 собак, непонятно. Сколько собак на самом деле неизвестно, но в соцсетях приюта, подчеркнем именно приюта, вообще говорится почти о полутысячи хвостов. Она говорит, что это охрана моего предприятия. Но так если человек собирает деньги на благотворительность для приюта, и тут же она заявляет, что приюта у нее нет. Понимаете логика, цепочка. И действительно, в магазинах Новоалтайска можно увидеть такие боксы. Но содержание приюта предполагает серьезную бухгалтерию и отчеты. При этом даже неизвестно, в каких условиях содержатся собаки. Если переходить в плоскость финансовых отношений, то элементарно позиционируя себя явно как приют и требуя вознаграждения, которое в дальнейшем используется для личных целей, уже можно же квалифицировать, в том числе как по составу мошенничества. То есть путем обмана завладели денежными средствами. Почему местная администрация закрывает глаза на незаконный приют? Мало того, чиновники даже заключили с Ольгой контракт на отлов и стерилизацию животных. Жители понимают, что женщина делает доброе дело. Но и жить рядом с приютом, в котором круглосуточно лают животные, это почти как жить в самом вольере с собаками. И с этим нужно что-то делать. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.